Накануне в Москве состоялась торжественная церемония передачи знамени, которая пронесет сборная России на церемонии открытия вторых европейских игр. Кто стал знаменосцем российской команды и какой состав атлетов прибудет на соревнования, подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской. Ровное дыхание, плавные движения, Всероссийский Олимпийский день в Лужниках начинается с оздоровительной гимнастики цигун. И пусть это не олимпийский вид спорта, но такая система упражнений учит спортсменов расслабляться и правильно распределять силу своей энергии. Юбилейный 30-й Олимпийский день в этом году посвящен предстоящим вторым европейским играм в Минске. Поэтому москвичи и гости столицы, которые пришли в спорткомплекс «Лужники», смогли воочию увидеть звезд советского и российского спорта. Это олимпийские чемпионы разных лет и победители первых европейских игр в Баку. Многие из них уже на этой неделе отправятся в Минск. Едем с позитивным настроением, едем за золотом в основном, а там как получится. Беларусь очень хорошая сборная, тем более мальчик, олимпийский чемпион 2016 году. Поэтому будем соревноваться и пусть победит сильнейший. Я в Беларуси еду с очень большим желанием, с нетерпением. Я хочу увидеть замечательные спортивные объекты, окунуться в атмосферу праздника. Я знаю, что Беларусь сделала все для того, чтобы этот праздник состоялся. Я, конечно, жду кроме этого еще такой настоящей спортивной борьбы, высоких и красивых результатов. На вторые европейские игры в Минск приедут 225 российских спортсменов. Из них 5 олимпийских чемпионов и 18 победителей первых европейских игр в Баку. Россияне будут участвовать во всех видах спорта европейского первенства. А это 23 дисциплины. Акробатика, баскетбол, борьба, легкая атлетика, настольный теннис, стрельба, художественная гимнастика, пляжный волейбол и многое другое. Все эти виды спорта можно было испытать на себе на специальных площадках в Лужниках, чтобы те, кто уже на этой неделе будет болеть за любимых атлетов на белорусских спортивных аренах или у кранов телевизоров, уже сейчас зарядились духом соревнований. Поддерживаем! То, что в Минске европейские игры будут организованы блестяще, и может быть даже беспрецедентно блестяще, это совершенно точно. Потенциал белорусской команды, где много молодежи, он доказывает, что вполне реально возражаться за медали в очень многих видах спорта. Я видел состав, и мне он очень нравится. Поэтому, конечно, я буду желать удачи хозяевам, безусловно. Я рассчитываю, что вот эти игры, они заявят о республике Беларусь по всему миру. И на самом деле будут мощный трамплин для того, чтобы проводить другие серьезные соревнования. Может быть, там на Олимпиаду даже замахнуться и так далее. В торжественной обстановке состоялась передача знамени европейских игр спортсменам российской сборной. Знаменосцем команды стал семикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко. Именно он пронесет олимпийский флаг 21 июня на церемонии открытия вторых европейских игр в Минске. Дарья Беловсова-Петровская, Алексей Чернюк, агентство теленовостей, Москва. Дарья Беловсова-Петровская, Алексей Чернюк, агентство теленовостей, Москва.